КОШЕК ГРАЦИЯ 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 тем более для южно-казахстанской области их часто сравнивают с рысью да вот они такие же агрессивные как рысь абсолютно нет маякуны это американская порода они чем отличаются их не породные признаки значит длинный корпус вот можно на есть мины показать такая она удлиненная у них должен быть длинный хвост мордочка называется коробочка вот и кисточки на ушах это мейн-куны вот по характеру они относятся стоят в принципе на первом месте по доброжелательности к владельцу к любому из членов семьи может быть это дети или вот взрослые кто-то пожилые абсолютно разницы нету любят всех обожают и у нас были ситуации когда мы купали феном сушили никогда не было попытки царапнуть вот были попытки сбежать от фена жужжащего но никак не царапнуть абсолютно то есть вы разводите только две породы пока да пока у нас две ну наверно мы на этом остановимся а вот что о пароде британцы да можете сказать британцы но это с между крупными и средними общем считается средняя порода значит то что вот у них качество шерсти вот такое плюшевая у них не длинные хвосты коротковатые головы достаточно округленный с короткой мордочкой с хорошо открытыми глазками и вот у них вот такие вот щечки маленькие ушки широко расставленные по характеру они попадаются особи такие капризные вот как же есть присказка что кошка гуляет сама по себе есть такие вот захотел уйти он будет капризничать выворачиваться вот ну то есть вот так вот а вообще скажите насколько сложно кошек содержать в доме и что для этого нужно вот хочет например очень часто дети до просят родителей купить котенка вот что нужно для этого нужно ли как-то предварительно готовиться ну надо обязательно изучить породу или прийти допустим в клуб и пообщаться допустим кто-то хочет приобрести кошку но чтобы не было реакции потом на шерсти у членов семьи конечно тогда мы можем предложить сфинкса вот чтобы не было шерсти то есть надо обязательно проконсультироваться со специалистом с каким направлением вы хотите брать чтобы не получилось так что возьмете допустим длинно шерстную или даже вот просто со средней с короткой шерстью потом начнется аллергия у них у всех пород разные характеры а в разное направление что касается еды вот что они кушают породистые кошки говорят им нужно особое до питание не не так как обычно дворовым кошкам нет вы знаете в принципе живой организм строение живого организма что у дворовой кошки что у породистой это в принципе анатомия физиология 1 этаже а вот поэтому ну конечно кормление должно быть хорошим калорийным питательным сейчас есть очень много сухих кормов паштетов а вот и если кормите натуральной пищей конечно здесь надо немножко подойти с таким направлением что не вызывает аллергию у кошек раздражение вот чтобы кошка хорошо поправлялась а то много можно кушать не калорийного и не того питания и кошка будет худенькая а вот ну вот скажите а насколько затратно вообще само содержание таких породистых кошечек ну в принципе вы знаете затраты что породную держать что беспородную держать единственная беспородная кошечка принесет котят мы их потом куда-то думаем куда же их раздать или они потом у нас бегают на улице а вот ну а породистую кошечку конечно вы можете прорекламировать дать объявление или через клуб кошек вы продадите их реализуете купить человек тот которому это интересно и который будет также держать и ухаживать по каким критериям следует выбирать кошечку на что следует опираться если человек хочет купить котенка так ну значит при покупке кошки опять-таки если хотите приобрести породистую значит нужно приобретать в клубе или хотя бы брать телефоны заводчиков кто держит кошек а вот любой породистый котенок продается с карточкой котенка что это оформленный котенок через клуб породистая мама породистый папа вот конечно смотреть когда котенка приобретаете что были чистые глазки чистые ушки чистая шерстка вот на такие вот признаки вот говоря о паспортах для кошек и о прививочном паспорте когда их заводят и насколько это нужно домашним питомцам но прививки конечно надо делать ежегодно в возрасте котенка прививка делается два раза первый раз после первой прививки иммунитет еще до конца не вырабатывается вырабатывается после второй прививки вот обязательно глистогонить вот дезинфицировать девиз инфицировать от блох от паразитов вот нельзя она тебя не трогает смотри сюда вот паспорт по идее должен иметь любой породистые не породистые допустим кошка или собака любое животное там идет регистрация ветеринарной клинике какой из врачей значит наблюдает данное животное даты прививок чтобы вовремя ее повторить эту прививку не пропустить свой период вовремя сделать отметочки когда были глистогонные препараты даны то есть для регистрации для учета ветеринарный паспорт принципе должен иметь каждый каждое животное не на огромное спасибо за то что пришли к нам в гости чтобы вы хотели пожелать нашим телезрителям зрителям хотелось бы пожелать любить своих животных ухаживать за ними вовремя посещать ветеринарных врачей обращаться в клуб для того чтобы приобрести породистого чистого порода котенка животное то очень хорошо еще раз большое спасибо вам за то что мы пришли к нам гостю у меня для вас небольшой презент на память о нашей встрече это газета работ и наш фильме фирменный календарь я вам их попозже раздам вам удачи и всего всего самого наилучшего спасибо а